Надо понять, что мужская психика, она соткана из устремления. Мужчина не может жить просто так. Ему нужно обязательно куда-то стремиться. Если он никуда не стремится, значит он уничтожит судьбой. Мужчина должен спать на твердом. Если он спит на мягком, значит он становится больным. Мужчина должен обливаться холодной водой. Если он обливается теплой, значит он становится больным. Мужчина должен обязательно совершать аскезы. Если он не совершает аскезы, он становится больным. противоположной женщине. Женщина должна спать на мягком, обливаться теплой водой. Аскезы для нее должны быть приятными, даже если она их селеджает. Мужчина должен постоянно себя чего-то лишать в жизни. Иначе он становится несчастным и безвольным. Мужчина не должен позволять себе расслабиться совсем. Если он позволяет это делать, он теряет себя. Мужчина должен найти себе старшего, кто бы ему учил быть мужчиной. Если ты не можешь в обычной жизни это сделать, пойди в какой-то кружок. Пускай такое боевое искусство или еще что-то. Но мужчина должен стать мужчиной. Для этого он должен использовать все возможности. Если есть человек, который может тебя заставлять, пускай тебя заставляет. Если есть такой кружок, пускай ты будешь в этом кружке. Но мужчина должен стать мужчиной. Это означает, что он должен быть сильнее себя. Он должен учиться заставлять себя, принуждать себя бороться с собой и так далее. Потому что в жизни мужчина ничего не имеет. Он беспомощный. Женщина все имеет, мужчина ничего не имеет. Он не имеет энтузиазма работать, он не понимает, кем ему быть. Он ничего не имеет, он не имеет силы заставить себя. Он ничего не имеет, мужчина. Для того, чтобы ему что-то иметь, ему надо этого добиваться. В этом заключается мужская природа. Мужчина всегда во всем должен проявлять свою волю. И он должен учиться добиться обществе определенного положения. Это нужно не для того, чтобы показать себя, а для того, чтобы стать самим собой. Мужчина должен сражаться со своей судьбой каждую секунду своей жизни. Он не должен расслабляться. Он должен учиться рано вставать. Это признак силы мужской, рано вставать. Если женщина встает чуть позже, это нормально в себе. Если мужчина встает позже, это проблема для мужчины. Мужчина должен изучать, как правильно жить, а не женщина. Он должен женщине советовать, как правильно жить. Мужчина должен первым это изучать. Потому что если женщина ходит на лекции на какие-то, она начинает изучать, как правильно жить. Это значит, что мужчина не выполняет свои обязанности. Потому что если она приходит на лекции, говорит о каком-то мужчине. «Ой, такая лекция была хорошая!» Это значит, что он будет чувствовать неудовлетворенность от того, что жена так о ком-то говорит. Потому что он сам должен так говорить, чтобы жена чувствовала счастье в отношениях с ним, а не с кем-то другим. В этом заключается долг мужчины. Он сам должен стать таким человеком, сильным, возвышенным, чтобы жена признала его как мужчина. Женщина может уважать мужа. Это признак разумной женщины. Женщина может почитать мужа. Это признак разумности женщины. Женщина может выполнять свои обязанности перед мужем. Это признак разумности женщины. Но мужчина должен таким стать, чтобы жена его приняла в свою жизнь, как настоящего человека. А это само собой от женщины никогда не произойдет. Это произойдет только тогда, когда он этого будет заслуживать. Поэтому мужчина должен стать мужчиной. А ему это очень трудно сделать. Прежде всего мужчина должен позволить поместить себя в ту среду, где есть мужчины. Как определить среда в среде мужчины или мужчины не мужчины? Веды имеют на это счет противоположное мнение, чем в современном обществе. В современном обществе считается, что настоящие мужчины те, которые могут любую тетку скрутить. Это настоящий мужик. Считается в современном обществе. А веды считается, что если мужчина бабник, значит он не настоящий мужчина. Значит он трус. Потому что бабник никогда под танк не полезет. Бабник никогда свое слово не сдержит. Бабник никогда над собой работать не будет. Если человек подвержен сильному влиянию женщин, он потерял себя. Мужчина должен быть мужчиной. Это значит, что он прежде всего должен победить себе чрезмерное увлечение женщины. Он должен учиться распространяться от женского начала. Он должен учиться быть сильнее соблазна женской энергии. В этом признак настоящего мужчины. Потому что такой мужчина способен победить себя. Но если мужчина подвержен женскому влиянию очень сильно, он не может управлять собой. Он не может бороться с бредными привычками. Он не может защитить себя психически от каких-то трудностей жизни. Он будет плакать как ребенок, в виде этих трудностей. Он будет трусом по жизни. Он не сможет победить себя. А если он будет удаль проиграть, то эта удаль будет абсолютно безрассудна. И она только наломает ему долг. Если мужчина слишком сильно поверден к влиянию женщин, он становится очень эгоистичным. И становится очень эспесивым. И амбициозным. И ему невозможно объяснить, как правильно жить. Он становится неуправляемым психически. То есть он становится монстром фактически. То есть он... То есть он... Мужчина, настоящий мужчина. Единственная причина, которая мешает ему это все в себе победить. Это чрезмерная увлеченность женщины. И именно в этой чрезмерной увлеченности мужчина и теряет себя. Если женщина увлечает, увлекается деньгами и теряет свою жизнь из-за того, что она слишком жадная и хочется больше денег, семьи, квартиры. Ну, то есть имеется денег, квартиры, положение в обществе. То есть она теряет себя. А мужчина теряет себя из-за того, что он хочет женщин. Поэтому он пытается высокого положения в обществе достигнуть часто, чтобы иметь больше женщин. Чтобы наслаждаться женским окружением. И чтобы женщины его прославляли и так далее. Но если мужчина побеждает себя, то он получает высокое положение в обществе автоматически. И он заслуживает этого положения. И женщины будут его уважать по-другому. Потому что если мужчина и бабник, женщины, может быть, хотят понаслаждаться рядом с ним. Но уважать они его никогда не будут в этом случае. Это стопроцентный факт. Внешне они будут делать вид, что уважают, но внутри никогда не. Потому что женщины очень хорошо понимают, где настоящий мужчина, а где ненастоящий. Это первое, что мужчина должен научиться делать, а на это научиться ему очень и очень трудно. Это психически отстраняться от женщин. Поэтому в медической культуре молодым парням не разрешалось вообще общаться с женщинами, пока они не закончат свое образование. Образование означало работа над собой. То есть, конечно, изучали и науки различные лидические времена, но прежде всего мужчины и мужчины жили среди мужчин и работали над собой. И целью этой работы было то, чтобы стать таким сильным внутренним, чтобы психика не зависела от женщины. Когда мужчина становится самодостаточным внутренним, то он тогда только в этом случае может жениться. Потому что в этом случае, женясь, он не потеряет себя. Как мужчина теряет себя, когда он женится? У него есть два варианта. Первый вариант. Он чрезмерно сильно расслабляется и становится как тряпка рядом с женщиной. Значит, он теряет себя. Второй вариант. Он становится монстром. То есть, он начинает диктовать женщине и все. Он не расслабляется в этом случае. Он выполняет свои обязанности. Но он начинает себя очень сильно ценить, становится очень гордым. И начинает депрессировать женщину, издеваться над ней и над своей семьей. И становится монстром. Это тоже второй способ, как мужчина теряет себя. И то, и другое возникает в результате соприкосновения с женским началом. Женщина, женское начало соткана из любви. А любовь – это самая большая сила в этом мире. Поэтому человек должен научиться мужчине, должен научиться служить жене, а не использовать ее. Если он не может ей служить, значит, он теряет себя. Потому что он пытается наслаждаться ей в этом случае. И, соответственно, женщина тоже не будет мириться с этим. И она устраивает ему Кузькину маму в жизни. Она не дает ему спокойно жить в этом случае. Постоянно нервничает, злится. Постоянно обижается и так далее. Мужчина должен понять, что если он понимает, чем жизнью заниматься, значит, он получил в своей жизни подарок. Мужчине очень трудно понять, чем в жизни заниматься. Потому что его жизнь соткана из побед и поражений. Если он работает над собой, он способен понять, чем ему заниматься. Не работает над собой, не способен. Если мужчина дошел до такого возраста, ему надо начать работать, ему надо идти работать туда, где ему судьба дает работу. Ему не надо выбирать, где работать. Если он не понял, чем ему заниматься, ему надо просто идти работать. Потому что если мужчина не работает, он диколея ничего не поймет. Для того, чтобы мужчина в жизни что-то понял, он должен работать. Если мужчина сидит на маминых корчах или сисью жену сосет, это значит, что он не мужчина, он деградирует от такого положения. И если близкие ему не помогают выпинуть его на работу, значит, они тоже будут деграбировать. Мужчина развивается, здоровеется, становится сильным, крепким, здоровым, выносливым, когда он работает. Когда он отдыхает, он теряет себя. Поэтому мужчина должен просто заставить себя идти и работать, по что бы то ни стало. Потому что в труде он становится личностью. Мужчина должен счастья добиваться в социуме, а семейное счастье будет само его ждать. Он не должен думать о семейном счастье своем вообще. Если он становится сильным как личность, семейное счастье ему обеспечено. Если он не становится сильным как личность, он никогда не будет иметь семейного счастья. Поэтому мужчина постоянно должен работать над собой, развивать себя как личность. Но при этом он четко должен знать, что в семье он всегда должен выполнять свою обязанность. Мужчине очень трудно терпеть эмоции женщины. Как определить, пора жениться или нет? Очень просто определить. Если ты знакомишься с женщиной, она обижается на тебя, и ты не можешь это терпеть. Ты злишься, кричишь, ругаешься на нее и пытаешься подавить в ней эмоции, значит ты не готов жениться. Для того, чтобы жениться, для этого надо к женским эмоциям относиться сдержанно. Спокойно к женским эмоциям относиться невозможно для мужчины, потому что, когда женщина эмоционально себя ведет, она как будто ножом его режет по сердцу. Вообще не обращать на это внимание мужчине невозможно. Такова мужская психика. Она очень чувствительна к женским эмоциям. Но если мужчина имеет силу, не обращает внимания на женские эмоции, прощает жене, или вести себя так, как будто бы ничего не происходит, значит он может уже жениться. И он будет счастлив в семейной жизни. Если мужчина не может терпеть женские эмоции, значит он будет несчастен. Потому что жена его скрутит в баранье рук в этом случае. Если уже женился и не может терпеть женские эмоции, значит надо тренировать себя, волю себя воспитывать. Как вести себя женские эмоции? Если жена плачет и обижена на себя, надо ее обязательно пожалеть. Если жена ведется эмоционально и катает истерики, надо от нее отстраниться и не обращать на нее внимания. Если мужчина, женщина катает истерики и колет его психически, и мужчина не обращает внимания, то она еще больше его будет колоть. А если мужчина отстраняется, она успокаивается и приходит в себя. В конце концов она будет, когда плакать, всегда будет плакать только потому, что она сама не справилась. И всегда будет получать мужскую заботу в этом случае. Как мужчине нужно относиться к сыну? Сыну можно воспитывать только своим примером. Что-то говорить ему вообще бессмысленно, потому что мальчики не понимают слов, они понимают только поступки. Если мать пытается наказывать сына, она таким образом делает из него рецидивистов в самом лучшем случае. Потому что все рецидивисты, все преступники многоразовые, все маньяки, это все эти люди, они имели мать, которая их била. Или мать, которая очень сильно их била, но из двух, что в принципе и то и другое одинаково. Женщина не должна касаться мужчины, она должна просить мужа, чтобы он это сделал. А муж должен наказывать сына, не обязательно избивать его, но обязательно наказывать. Мальчик понимает только реальные вещи. Допустим, ремень это реальная вещь для мальчика, он эту вещь понимает. Но если ему говорят, ты ремень получишь, он не понимает. Ему вообще-то, для мальчика это унижение, говорит ему такие слова. Мальчику вообще не надо говорить, что ремень получишь, надо просто ему показать ремень. И сказать, видишь ремень, он скажет, вижу. И все пойдет сразу. Ну не надо говорить о том, что ремень получишь. Или просто надо показать, видишь ремень, он скажет, не вижу, тогда надо дать ему по заднице. Он сразу его увидит. И все. То есть мальчик понимает только язык действия, он не понимает язык слов. Поэтому говорить что-то мальчику бессмысленно, бесполезно и глупо. Мальчика вообще не надо воспитывать словами. Ему нужно говорить только один раз. Допустим, мальчику вы говорите один раз, этого не делай. Он делает. Второй раз надо бить по заднице уже. Причем с любовью. Чем ударить? Ничем не ударить. Надо плакать просто. Если мужа рядом нет, они не должны мальчика наказывать. Пускай найдется какой-то мужчина из благополучной семьи, который поможет вам это делать. Какие результаты можно? В данный момент надо пообещать, значит, мальчику. Потому что если есть муж, значит, для мальчика не существует данного момента. Для него не существует, что папы нет рядом. Если мама сильный характер имеет. Если он издевается, мальчик, над мамой, когда папы нет, мама должна сказать, папа придет и тебя накажет. И это должно обязательно осуществиться. И ни в коем случае нельзя отступать в этом случае. Папа обязательно должен наказать. Когда в следующий раз такое произойдет, надо опять так же сказать. А на третий раз он уже не будет так делать. Или вы ему просто скажете, и это будет равносильно тому, что папа уже наказал. Надо просто предупредить, ты что хочешь, чтобы я тебе опять это сказала. И все, и он скажет, нет, мама, я не хочу. Женщина не должна вызывать страх в ребенке. Она должна выше этого быть. Она должна любить своего сына, заботиться о нем. Если он нагреет, отстраняться от него и призывать мужскую силу на помощь. Поэтому для того, чтобы воспитывать мальчика, тоже для него не самое главное учить математику, физику, химию. Для мальчика самое главное стать волевым человеком. Поэтому важнее мальчиков в таком юном, совсем маленьком возрасте, там 7-9 лет. А очень важно мальчика отдать в какую-то спортивную секцию, которую бы из него сделали мальчики. Где бы его гоняли, там и все прочее, понимаете? То есть он должен стать мужчиной сначала. А потом уже математика, физика, химия. Это не главное. Потому что на самом деле, если человек станет мужчиной, то ему выучить математику, физику, химию вообще не трудно. Если молодой человек, допустим, с детства его гоняют по разным секциям, он там тренируется и все прочее. И он поставил цель поступить в институт потом, он за один год все эти предметы, и за 10 лет выучит. Ему не проблема. Если он цели поставил, все, он это сделает. Даже за один год не выучит, то выучит за два. И надо беспокоиться над этим. Если вы из мальчика сделали настоящего мужчину, а его жизни вообще не надо беспокоиться. Он всего добьется, чего ему надо в жизни добиться. Нет проблем. Но если вы его гоняете математикой, физикой, химией, и думаете, что это из него сделает мужчину, то вы глубоко оживаетесь. Потому что если он не вырастет волевым и сильным человеком, то он ничего в жизни не добьется, даже если он может и будет иметь три высших образования, все равно его на работу не вытешишь. Никакими силами. Понимаете? И он станет просто несчастным человеком в результате. Вот и все. Мальчик также должен получить духовное образование. Должен учить молиться. Должен научиться работать над собой. Когда река жизни мужчины высыхает, это происходит в том случае, если мужчина перестает совершать усилия по развитию себя как личности. Если он не ставит перед собой цели, а просто живет спокойно, его все устраивает в жизни, он теряет себя. Река жизни его пересыхает. Ему становится все противно и тяжело. В этот момент мужчина не может отдыхать. То есть, когда мужчина теряет себя, он не может чувствовать себя удовлетворенным, а значит, он вдохнувшим. И в результате у него остается один выход начать употреблять сигарету или спиртное. То есть, если мужчина увлекается спиртным, это значит, что он уже себя потерял. Это уже результат его жизни. Потому что мужчина, который имеет цель в жизни, он никогда не позволит себе увлекаться спиртным. А если мужчина вообще выпивает, это также означает, что женщина не дает ему достаточно любви. Потому что мужчина сам не может любовь получать, ему нужно ее получать от жены. У него нет энергии любви у себя внутри. Она есть только у жены, у женщины. Поэтому, если женщина не дает любви, заботы мужу, то он будет склонен выпивать. А куда ему деваться? Его психика напрягается больше и больше и больше. Мужчина есть только два варианта любовь получить. Или от Бога, или от жены. Если он до Бога еще не добрался, а жена сухая, то значит, что он будет страдать, напрягаться очень сильно психически. И в конце концов, может начать пить. А? Да. Или зарядет в другую область. А жена будет грызть лопки в это время. А вы знаете, каждый понимает меня в меру своей испорченности. Потому что ни один человек в этом зале не слышал, что я сказал, что все придет само, не надо надвигаться. Я говорил немножко иначе. Я говорил о том, что надо действовать согласно своей природе. И все придет в результате само. А не надо расслабиться, сидеть и ливать в потолок, и все придет само в результате. Это ваше понимание того, что я говорил. Но это ваша проблема, а не моя. Потому что я говорил по-другому. Само собой означает, что человек просто выполняет свой долг. Он просто отрубится, он просто стремится к чему-то в жизни. Но он никогда не стремится к подарку. Он и приходит сами. Если ты правильно живешь, то он и приходит. Если ты правильно все делаешь, квартира приходит, нормальная зарплата приходит, положение общества само приходит. Когда ты достигаешь на это возможности. То же самое в лечении. Если человек болен, он должен просто выполнять свой долг, лечиться. Приходит дни и время, и он выздоравливает. Не надо думать о выздоровлении, потому что это тоже портит жизнь. Если человек не может вылечиться, бывает лечение, очень долго протекает. Ко мне недавно пришли два молодых супруга. Они хотели изучать ребенка, они лечились, лечились у меня. И не помогало. И они очень хотели результат, но не помогало. Потом они пришли ко мне, бросили камни на стол. Мы хотим сдать камни. Я говорю, хорошо, пожалуйста. Они говорят, ну почему нам не помогло? Я им ответил, а почему вы считаете, что вам сейчас уже должно помочь? Я же работаю с вами, лечу вас. Почему вы считаете, что вам вот сейчас должно помочь? А нам долго не помогает. Сколько долго? Полгода. Я им объяснил, что-то мне вот недавно забеременела пара, которые год ходили. Там ездили вообще из другого города, там пытались. В конце концов, все получилось. Потому что они были очень решительны, а вы захотели за полгода. И они подумали, подумали и начали продолжить лечиться. И как только они продолжили лечиться, сразу им помогло. Сразу им стало лучше. Таков закон. Человек должен прямо пересилить себя. А плоды придут сами, не надо их... Они неожиданно приходят в нашу жизнь. Мы не можем знать, когда это произойдет. Понимаете? Поэтому надо просто выполнять свой долг в жизни. Но если человек придет в потолок, то это рушит его жизнь. А плодак здесь вообще лечить не может. Это просто убивает его судьбу. Потому что женщина может расслабиться, влечь на кроватке, полежать, оттохнуть, успокоиться и улыбаться всем. Это ее деятельность женская. Она должна любить всех. Любить легче всего в расслабленном состоянии, не напряженном. А мужчина не может расслабляться. Потому что расслабившись, он теряет себя. Должен сотражаться. Отдохнул, опять бой. Надо всегда бороться с собой. Когда ты становишься настоящим в расслабляться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.